Британию ждет тотальный блэкаут. Власти Туманного Альбиона просчитывают варианты, как избежать веерных отключений электроэнергии этой зимой. Предупреждение о возможном блэкауте на уходящей неделе опубликовал местный энергорегулятор. Правда, это произойдет при наихудшем сценарии, если Великобритания не сможет импортировать электричество из Европы и будет тратить на выработку света много импортного газа. По прогнозу аналитиков, в январе верхний предел цен на электричество для домохозяйств перевалит за 5000 фунтов. Наш СОПКОР Елена Балаева расскажет подробнее. Все, о чем сейчас говорят британцы, это заявление, которое накануне сделал национальный оператор электросетевой системы, наш Нулгрид. Оператор заявил, что просчитывает разные сценарии, не обязательно самый худший сценарий воплотиться в жизнь, но, тем не менее, в том заявлении, которое оператор распространил, говорилось о том, что если все сложится очень плохо, то тогда британцам придется столкнуться с ситуацией, когда им на три часа в день в некоторых районах, в каких районах не указано, будут отключать электричество. При этом уже до этого средства массовой информации, еще несколько месяцев назад, когда стало понятно, что может не хватить электроэнергии протянуть зиму, уже тогда стали объяснять британцам, что, скорее всего, в пиковые часы нагрузки будут отключать электроэнергию, если придется пойти на такие меры. Ну, что значит пиковые часы нагрузки? Это утро примерно с 6 часов до 9 или с 7 до 10 часов, или вечером с 4 до 7 часов. Но фактически британцы в некоторых районах будут сталкиваться с тем, что у них нет электричества, то есть они не могут ни вскипятить чай, ни, если они пользуются электроплитой, не могут просто приготовить себе теплую еду. Еще несколько месяцев назад говорилось, что вполне возможно, уже начиная с декабря, британцы могут столкнуться с такой проблемой. Ну, конечно, это заявление национального оператора энергосистем вызвало шок среди британцев. Часть уже такого пожилого населения помнит, что подобная же ситуация, с такой же ситуацией Великобритания сталкивалась в 70-х годах прошлого века. Но тогда дело было не в том, что не хватало в целом в Европе электроэнергии и газа, а это была чисто внутренняя британская проблема, поскольку тогда бастовали шахтеры, и из-за этого не хватало электричества, потому что в основном тогда Великобритания использовала электроэнергию, которую получала на угольных электростанциях. Но вот как раз после этого, чтобы не зависеть от угля, закрыли шахты, постепенно закрывали угольные электростанции, и Британия все больше и больше закупала газ и в целом электричество за границей, в первую очередь от французских партнеров. Но вот этой зимой Британия столкнется с тем, что вот ту половину электроэнергии, которую Великобритания закупает по сетям из континентальной Европы, вполне возможно, Британии просто не хватит, поскольку так много, сколько британцам нужно, британцам просто не продадут. Ну, как правительство пытается успокоить население? Во-первых, сказали уже, сделали заявление, что вот то планирующееся закрытие всех угольных электростанций к 2024 году не состоится, а наоборот, расконсервируют уже законсервированные угольные электростанции. По всей видимости, речь идет о пяти угольных электростанциях на территории Великобритании, и их этой зимой пустят в ход. Плюс уже премьер-министр Ли Страс заявил о том, что она разрешит добычу газа методом гидроразрыва пласта. Вот запрет на такую добычу был введен еще в 2019 году, потому что многочисленные исследования показали, что существует большой риск сдвига этих пластов. И, соответственно, вот те районы, в которых таким образом собираются добыть газ, там могут произойти мини-землетрясения. Чем это грозит, все, конечно, могут понять. Так вот, сейчас Ли Страс сделала заявление, что она разрешает такой подземный трекинг, и, по всей видимости, будут многие силы направлены на то, чтобы вот такую в Великобритании добычу не возобновить, а развивать. Но специалисты в этой области говорят, что, конечно же, этой зимой к декабрю никакого нового газа таким образом дополнительного добыть не получится, потому что на развитие такого системы добычи газа потребуется не один даже год, а десятилетие. Ну и одновременно, например, британская пресса пишет о том, что британцам будут советовать экономить электричество, пугая их вот такими веерными отключениями этой зимой. Ну, например, стало уже известно, что одно из министерств выделило 15 миллионов фунтов стерлингов на компанию, такую общественную большую компанию, чтобы через средства массовой информации, через социальные сети британцев призывали экономить электричество и выключать любые устройства, электроустройства, которые у них есть дома, выключать розетки. В Великобритании, кстати, розетки можно вообще выключать полностью, обесточивать. На них на всех есть такая кнопочка. Но при этом Листрас заявила, что нет, она все-таки не даст добро на то, чтобы такая массированная компания пошла, поскольку она понимает, что будут обвинять государство в том, что деньги тратятся не на то, не на помощь населению сложной ситуации, а на то, чтобы провести какие-то общественные компании. Ну и тем временем супермаркеты, всевозможные магазины онлайн-продаж говорят о том, что британцы срочно закупаются предметами первой необходимости, которые, как они считают, поможут им пережить блэкауты. Огромное количество аккумуляторов сейчас распродается для того, чтобы британцы могли заряжать компьютеры и мобильные телефоны. Видимо, хит-продаж, подарков к этому рождеству будет электрическая простыня и электрическое одеяло. Ну и плюс британцы закупают какие-то устройства для кухни, для того, чтобы с меньшим потреблением электроэнергии готовить себе супы или кипятить воду и долго хранить еду теплой, если вдруг действительно дело дойдет до веерных отключений. Елена Балаева о вероятности тотального блэкаута для Великобритании. А в автономной части Великобритании и Шотландии вновь растут сепаратистские настроения. По мнению шотландского премьер-министра Николы Стерджин, у Ли Страсс был худший старт из всех премьер-министров Великобритании. Экономическую политику Трасс Стерджин назвала катастрофой. Чтобы избежать зависимости от Центробанка Британии, Шотландия намерена создать свою собственную валюту и Центральный банк, отметила Стерджин. Ранее она уже успела проработать с четырьмя премьерами Соединенного Королевства. Но, несмотря на все противоречия, отделение Шотландии от Великобритании маловероятно. Такое мнение в нашем эфире высказал руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук Владимир Швейцар. Я считаю, что шансов на независимость у Шотландии нет никаких. И вот почему. Понимаете, при всех экономических проблемах, росте цен, инфляция, может быть, безработица, все что угодно, они находятся в едином организме с Великобританией. А Великобритания – это основная часть Европы, понимаете. Поэтому просто взять и выйти в никуда они не могут. Они бы хотели, конечно, стать независимым государством. Но Евросоюз сказал, если вы захотите стать этим, так сказать, независимым государством, то встаньте в очередь до вступления в Евросоюз. А вы знаете, сколько у них сейчас там этих стран, которые хотят? К ним еще и Украина добавилась. Они встанут уже за Украину. Как далеко им будет до этой независимости и до вступления в Евросоюз? Без этого они существовать не могут и не будут. Но в тактических целях, конечно, каждые, так сказать, ошибки у Листрас, каждые проблемы, связанные с отношениями Эдинбурга и Лондона, понимаете, они все время работают вот на одну такую, как бы, так сказать, глобальную цель для части шотландцев. Они, вернее, хотят вернуться к тому, что было у них очень много веков назад. То есть уже к шотландской монархии, которая была, вы знаете, одной из основателей общебританской монархии. Поэтому у них историческая цель даже важнее, может быть, чем реально политическая. Поэтому они сейчас вот так стараются в каждом конкретном случае. Что касается опросов общественного мнения, которые у них регулярно, но не выступает у них большинство шотландцев за независимость. Есть определенная часть, так сказать, у фермерских хозяйств, у людей, которые работают на какую-то, на мелкую промышленность. Да, у них действительно есть какие-то определенные претензии к Лондону. Это правильно. Но я еще раз хочу сказать, что Шотландия в составе Великобритании чувствует себя совсем неплохо. И шотландцы не авантюристы, чтобы взять и броситься опрометь ее, так сказать, из Великобритании в общем неизвестно куда. Поэтому у них все это будет очень долго на уровне обычной пропаганды. Да, это будут заявления, это будут всякие, так сказать, но на уровне реальной политики это нереально. Владимир Путин считает важным поддержать программы патриотического туризма по стране, в том числе по городам-героям. Речь об этом шла на уходящей неделе. Вы знаете, у нас, по-моему, такие программы существуют. И по разным конкурсам победители этих конкурсов среди подростков, детей, студентов. В конечном итоге, как приз за активное участие и результаты по этим конкурсам, организуются подобные туры. Для некоторых регионов, ну, например, для Калининграда, для такуанклавного региона, есть специальные программы на этот счёт. Но в целом, вы, безусловно, правы, Зефира Рафидна, потому что, к сожалению, у нас и взрослые не всё видели в нашей стране. Я с удивлением для себя даже отмечал, что, ну, достаточно, не просто достаточно, а просто образованные, уже взрослые люди ни разу не бывали в Петербурге моём родном. Я просто с удивлением это узнавал, но такие случаи не являются единичными. А что касается детей, то что тем более. Поэтому мы в рамках различных программ, в том числе и внутреннего туризма, я думаю, должны будем обязательно подумать на тему о том, как расширять эти направления деятельности. И мне кажется, что соответствующие структуры правительства, занимающиеся вот этим внутренним туризмом, совместно с Министерством просвещения, безусловно, должны будут такие программы предложить. Подробнее об идее патриотического туризма автор и ведущий программ на Вестях.ФМ Марат Сафаров. На этой неделе мы отмечали День Учителя. И в среду на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», а также со школьными преподавателями, участниками телевизионного шоу «Классная тема» наш президент Владимир Путин поддержал тему развития программ патриотического туризма в нашей стране. Был вопрос задан президенту от педагога. С Ямалой, из полярного такого города Ноябрьска, Зельфиры Батыровой, которая просила президента поддержать тему патриотического туризма и того, чтобы школьники, их педагоги имели возможность путешествовать по нашей стране, по городам-героям. Конкретно тем городам, которые имеют статус городов-героев и в которых есть соответствующие военно-мемориальные музеи, и возможности этих путешествий, возможность того, чтобы ребята знакомились не абстрактно, а конкретно в разных частях нашей страны с военной историей нашего Отечества. Президент эту идею поддержал, и я думаю, что эта тема, это составляющая военно-патриотического туризма, одна из главных в военно-патриотическом туризме посещение городов-героев. Она, конечно же, в регионах накоплена, многие образовательные учреждения, мы об этом знаем, развивают такие программы, многие регулярно с детьми разного возраста посещают города-герои нашей страны, но теперь эта программа будет иметь, очевидно, системный характер, и в эфирах Вести ФМ мы часто обращаемся к истории городов-героев, к тому, какие возможности, в том числе туристически, представляют эти города нашей страны, молодежи в том числе, и вот в том числе и в эфирах Нацвопроса будем касаться этой составляющей, а сегодня поговорим об одном из городов-героев, одном из самых знаменитых на весь мир городов Волгограде, тем более, что в следующем году активно, в феврале этого года уже работает Оргкомитет, будет отмечаться 80-летие Сталинградской битвы, идет большая работа подготовительная, в том числе и музейная, и, конечно, наши радиослушатели, которые часто бывают в Волгограде, в том числе и педагоги, спрашивают, а что же, вот были вопросы, а что же там изменилось, что же можно сейчас в данный момент посмотреть, а кто еще не был в Волгограде, в музее Сталинградской битвы, во всем этом грандиозном комплексе, конечно же, эта информация, которую мы сегодня подготовили к нашему эфиру, она может пригодиться. Думаю, что вот такое обновление информации о городах-героях, о том, что можно сейчас увидеть и посетить в них, не будет лишним, и в программе «Нацвопрос», в программе «Культурное путешествие», в других проектах на Радио Вести ФМ мы будем этой составляющей касаться, тем более, что она очень актуальна и имеет большой интерес, повышенный интерес со стороны не только организованных групп, но и родителей с детьми, потому что ведь военно-патриотический туризм и составляющая, связанная с военно-историческим наследием, не предполагать только групповое посещение, организованное посещение, это может быть во время каникул и поездки родителей с детьми, и какие-то самостоятельные туры. Поэтому, что Волгоград сейчас представляет с точки зрения патриотического туризма, что в нем можно посмотреть, что можно сейчас увидеть. Прежде всего, вопрос, который всегда касается такого рода городов, насколько есть возможности для именно адаптированных туристических программ, то есть возможности для того, чтобы увидеть эти населенные пункты, эти города глазами детей, есть ли детские программы. Так вот, из того, что говорят коллеги, рассказывают коллеги, говорят музейщики, и впечатление педагогов, складывается такое впечатление, что, конечно, да, что этот большой комплекс, рассказывающий о сложной теме, о Великой Отечественной войне, тем не менее, умеет рассказать это не только большими материалами, большими цифрами, но и адаптированных детям разных возрастов. Вот это очень важно. Вообще, за последнее время накоплен большой опыт именно создания такого рода программ, которые рассказывают о сложном, не то чтобы просто, не то чтобы упрощенно, да, но так, чтобы детским восприятием, детскими глазами, детским мышлением это было воспринято. Это очень важно. И в том числе город-герой Волгоград, музей Сталинградской битвы, эту тему хорошо умеет рассказывать. Я думаю, что из своего опыта, из опыта поездок, все-таки я бы начал это путешествие, представляя этот рассказ каких-то, может быть, локальных вещей, не сразу же с посещением Амаева кургана, к которому ребенок должен еще как-то вот подойти, может быть, через какие-то другие музейные возможности, например, через пожарный катер-гаситель. Кто бывал в Волгограде, помнит, на набережной он находится, это такой советский пожарно-спасательный катер, он участник гражданской Великой Отечественной войны, на нем транспортировали войска Красной Армии во время Гражданской войны, во Вторую мировую войну, во время Великой Отечественной войны, и продовольствие, и боеприпасы эвакуировали раненых солдат и население, тушили пожары на других кораблях, и такой героический катер, он дважды тонул, и вот теперь он установлен на набережной. И посещение его как-то вот вводит в эту тему, ведь очень важно еще и чтобы это количество фактов, информации, оно не сразу же, да, на ребенка, на подростка вот так вот наслоилось, да, так, чтобы эта информация была постепенной и поэтапной. Поэтому рядом набережной можно полюбоваться Волгой, можно увидеть памятники, которые располагаются рядом, и вот через персонали эти истории очень хорошо рассказываются, конечно, и осваиваются. Ну, например, это герой Советского Союза Виктор Степанович Хользунов, летчик-бомбардировщик, ему установлен памятник на набережной рядом, и вот, собственно говоря, через судьбу героя, через то, что теперь есть возможность, допустим, через QR-код, или с помощью иных электронных средств узнавать информацию о памятнике и о личности, которому этот памятник посвящен, конечно, это возможность какого-то ввода, введения в историю Сталинградской битвы будет гораздо более продуктивной. Во многих городах нашей страны, не только в городах-героях, располагаются теперь интерактивные музеи России «Моя история». Многие бывали на них, ну, например, если в городе Герои Москва, то это на ВДНХ. В Волгограде тоже есть свой интерактивный музей, в нем доступны 4 мультимедийные выставки, они идут просто хронологически, Рюриковичи и Романовы «От великих потрясений к великой победе» и «Россия. Моя история. Послевоенные десятилетия». Очень хороший музей. Ребята, которые уже теперь, ну что там говорить, конечно, выросли в интерактиве, для них такая возможность визуальными средствами представить огромный массив исторической информации и не потеряться в нем, очень хорошо этот музей предоставляет. Музей работает не всю неделю. Вообще, такие путешествия, конечно же, необходимо тщательно планировать. Насколько я помню, он работает со среды до воскресенья в Волгограде, и поэтому, если вы хотите его посетить, то заранее необходимо позаботиться о том, как спланировать свое путешествие. Если говорить об интернациональной составляющей, о вопросах воспитания интернационализма в патриотическом туризме, то одно из мест, вот есть такое, в Волгограде очень важное, это площадь павших борцов, и там есть старый тополь, мне он очень хорошо запомнился, он очень трогательный, он пережил Сталинградскую битву, есть же песня знаменитая, растет в Волгограде березка из репертуара Людмила Георгиевна Зыкина, а здесь вот тополь, и там неподалеку, в сквере, на площади есть могила трех героев, это русский майор Каменщиков, испанский капитан Рубен и Барури, и татарин капитан Фатухудинов. Мне очень запомнилось посещение этого сквера, вот рассказ о том, как народы нашей страны, Рубен и Барури уже жил в Советском Союзе, испанец, как они защищали свою общую, единую родину, и они, вот собственно говоря, здесь похоронены, вот эта история их судеб, их подвигов, она вот здесь воплощена, и памятник такой из красного, там черного гранита, на нем изображен воин, это вот место, в котором вопросы интернационального воспитания, вопросы те, которые мы часто поднимаем в эфирах нацвопроса же нашей программы, они вот как-то вот сразу же воспринимаются, легко, на расстоянии протянутой руки, без излишнего какого-то назидания, там теоретизирования, в судьбах этих трех молодых людей, которые наряду с миллионами людей отдали своей жизни для того, чтобы наша страна победила нацизм. Вот эта площадь, ее, пожалуйста, не пропустите, если будете в городе-герое Волгограде, да, собственно говоря, маршруты, конечно, прочерчены, они есть, но Волгоград такой город, кто бывал в нем хотя бы один раз, помнит, что он очень протянутый вдоль Волги, исключительно протянутый, не именно вот в ширину, а скорее в длину, и поэтому какие-то, может быть, объекты в связи с нехваткой времени мы можем пропустить, поэтому вот так, чтобы этот объект, площадь Павших Борцов, она у вас в маршруте обязательно присутствовала. Вести FM Это, конечно, дом Павлова, он всегда посещается, это руины мельницы, вот здесь ребенку, мне кажется, очень будет наглядно и понятно, что такое война, потому что, как вы помните, кто бывал в Волгограде, руины мельницы не восстановили, они вот так же и выглядят, как они выглядели в 1943 году, и то, что была война, какие были разрушения, чисто вот так визуально, внешне, что можно увидеть, конечно, это производит очень большое впечатление. Вот это подготовительная такая история, которая приводит к музею Панорамы Сталинградская битва, и к Мамаеву Кургану, Горельефу память поколений, конечно, вот здесь уже то, что информация накапливается, то, что, допустим, полдня или значительную часть дня вы уже провели на других объектах, и теперь пришли к апофеозу, к тому, что рассказывает об этом грандиозном сражении Великой Отечественной войны, повернувшем ход истории, повернувшем ход войны к нашей победе. Это вот здесь уже будет понятно, гораздо более ясно, ежели бы вы, допустим, на экскурсионном автобусе сразу же с Волгоградского вокзала или из аэропорта приехали бы на Мамаев Курган. Я не даю каких-то, да, конкретных, строгих, что называется, да, рекомендаций, но мне представляется, что, ну, вот из опыта моих знакомых, своего собственного опыта, что так будет более продуктивно посетить город. Здесь, конечно же, лестница, вот эти 200 ступенек, которые надо преодолеть, каждый из них символизирует день Сталинградской битвы, и потом вот открывается вид этот грандиозный на скульптуру воина с автоматом в одной руке, а с гранатой в другой. На стенах руинах, напомним, да, высечены клятвы жителей Сталинграда, фигуры солдат, изображение танков, оружия, всё это, вот этот гений Евгения Вучечича, других мастеров, которые здесь работали, они, конечно, производят глобальное, такое грандиозное, уже несколько раз сегодня за эфир я употребил это слово, прилагает на грандиозные впечатления, которые останутся у ребёнка надолго, поэтому, конечно, патриотический туризм в Волгограде, может быть, в наиболее таком ярком виде будет большим впечатлением и дальнейшим, потом, когда вы вернётесь уже домой, и когда в школе, в образовательном учреждении или просто в семье будете рассуждать на эти темы, впечатления эти, они останутся. Опять же, персонали, мы не так давно в эфире «Культурного путешествия» рассказывали о судьбе маршала Василия Чуйкова, о его музее, который располагается в Московской области. Здесь тоже необходимо акцентировать внимание на его личности, на его завещании, может быть, даже на том, что он в последние годы жизни обратился к руководству Советского Союза с просьбой быть похороненным на Мамаевом кургане рядом со своими бойцами. Это завещание было выполнено в 1982 году, и его могила, она очень заметная, и здесь рассуждать о том, значение, которое имели полководцы, какую они роль сыграли в годы Великой Отечественной войны, в том числе в Сталинграде, и маршалы страны, и рядовые, как в песне звучит, Александра Пахмутова, посвященная Сталинградской битве, и в стихах Михаила Львова, которые положены в основу этой песни. Вот здесь это представимо также очень основательно. Некоторые рекомендации, которые могут быть, могут касаться в данном случае города-героя Волгограда, сезонности посещений, вот эта тема сейчас во время, в том числе и осенних каникул, она, понятно, сейчас уже сорганизоваться достаточно сложно, но все-таки вот осеннее время, сентябрь, октябрь, они очень, на мой взгляд, очень подходящие для посещения Волгограда. В летний период времени, конечно, здесь сурово, здесь жарко, но в любой сезон в Волгограде есть, что посмотреть, и за пределами большого комплекса, но все-таки вот эта военно-патриотическая история вокруг Мамаева-Кургана может быть нашим радиослушателям, родителям или педагогам, кто еще не был там, но уже задумался о путешествии своем, о таком патриотическом туре, да, в Волгоград, поможет в какой-то степени вот такая этапность. Ну и, конечно, в феврале следующего года, когда будет отмечаться 80-летие победы в Сталинградской битве, посещение Волгограда, я думаю, будет уже таким массовым, много туда людей приедут, и вокруг этой даты поездка с ребятами, когда они увидят большое количество людей, там это останется в их памяти. А в моей памяти остался другой сюжет в конце этой первой части. Поделюсь с ним, когда в Волгограде доводилось видеть поднимающихся по этим 200 ступеням ветерана Великой Отечественной войны. Сейчас, конечно, это увидеть уже нельзя, но это осталось вот в моей памяти. Я надеюсь, что в памяти наших детей останутся другие впечатления, другие впечатления о посещении этого грандиозного музея, этого Великого музея, и все они останутся на всю жизнь. Вот тогда эта цель патриотического туризма будет реализована. Марат Сафаров о развитии идеи патриотического туризма. Вести ФМ. Первые о главном. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 16 часов 7 минут в российской столице в прямом эфире главного информационного радио страны Вести ФМ. Как всегда, в это время воскресенья программа Параллели. Взгляд настоящий через призму событий прошлого. Армен Гаспарян и Марат Сафаров на боевом посту. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Ну, конечно, начать предстоит событие, которое было вчера, а вернее, даже сказать с той реакции, которая последовала. Вот вообще, это чрезвычайно удивительный момент. Вот если послушать там отдельных деятелей, мелькающих в медиа, если почитать те комментарии, которые приходят к нам на эфиры, то все требуют немедленно реализовать подходы Советского Союза, которые были там с 41 по 45 год. И вот вчерашний день. Каракт на Крымском мосту. И обращаю внимание, сколько видосиков в день оттуда появлялось. То есть цель была какая? просто попиариться, собрать лайки и репосты, ну отлично. А то, что получилось в результате, то есть конечно, если вы призываете действовать, как это было в Советском Союзе, давайте я вам напомню. Плакатик такой существовал. Болтун находка для шпиона. и шпионаж это по мирному времени 58 статья. Вот та самая, которую воспели с эпохи перестройки, возведя ее просто в абсолют. А по законам военного времени, что за это полагается? Там ускоренная процедура вообще-то трибунала была. Поэтому когда подобного рода тезисы звучат, надо как вот в том анекдоте либо крестик, либо трусики. Вместе не получается. Это первое. Второе. Все, что было заснято, сфотографировано, помимо всего прочего, с огромнейшим удовольствием было использовано украинской пропаганды. С соответствующими комментариями. Некоторые додумались вообще до того, чтобы давать интервью сближавшим из России и находящимся здесь, на территории нашей страны, в розыске. Не, я, конечно, все понимаю, но, знаете, братцы, если все так ностальгируют по эпохе, которую никто не застал а знают исключительно по многочисленным фильмам и зачастую взборным, то как-то не наблюдалось, знаете ли, из Москвы в 1941 году отбивать депеши Феркишер-Биабахтер. Ивангриф тоже как-то не получалось. И в Дидойче-Кандарин не складывалось с корреспонденциями из блокадного Ленинграда. Ну, наверное, надо как-то соответствовать хоть немножечко тем идеалам, которые пропагандируются. Потому что это же где лучше характерны одни и те же люди. И никакого у них нет ощущения биполярного расстройства. Третье. конечно, это, мягко говоря, очень неприятная история с Крымским мостом. Но мост восстановят в кратчайшие сроки в полном объеме. Уже вчера движение началось. А что вот с медийной точки зрения? А с медийной точки зрения Крымский мост благополучно вот этими всеми фотографиями, видео закрывал огромнейшие дыры у Украины. Например, да, по итогам крымского вот этого вот таракта никто не поднимал за вчерашний день вопросы о веерных отключениях, которые будут зимой. Ну, потому что все захмело вот эта вот корреспонденция. из Крыма. Ну, а равно как из других мест, потому что все это осталось, перелицовывалось и так далее. Второй момент, например, да, никто не задавал неприятные вопросы, например, по поводу церкви. Ведь очевидно же, да, совершенно, что девять епархий перейдут теперь под управление московской патриархии, а те, которые еще пока находятся на неосвобожденных территориях, они будут под управлением внешних связей вот этой вот. Это серьезная очень история, которая чрезвычайно болезненна для Украины, потому что она только вот, по сути дела, окончательно фиксирует тот церковный раскол, который был осуществлен. Причем, это не процедура от Томаса. Это сильно раньше было. Вот, я еще раз хочу сказать, я вот вся в телеграм-канале разместил ссылочку на фильм. Так и называется раскол. Просто посмотрите для лучшего понимания, что это такое. И вот, когда вы начинаете массированно вот этим всем заниматься, вы даете и без того, в общем, очень серьезный, накаченный и специалистами, и финансами, и чем угодно еще украинской пропаганде дополнительные козыри, они их будут реализовывать. Потому что стоило одному дураку сказать о том, что никаких перебоев с продуктами не будет, хотя это и так вот, на мой взгляд, очевидно всем. И тут же украинские медиа запустили, что уже ажно в Москве нету крупы, сахара и гречки. Я вот не поленюсь сходить сегодня в магазин. Лично, так сказать, удостовериться по итогам этого всего. Еще раз говорю, если вам всем так вот нравится та модель, которая была, а модель эта в том числе подразумевала в общем очень серьезные репрессии за отклонение, так сказать, от текущего момента, то попробуйте себе вообразить, что с вами может случиться, если действительно начать реализовывать вот подобного рода механизмы. это не так сложно, потому что вот вчера в очередной раз, хотя я так и не понял, что здесь-то было не так. Я вот в момент, когда стала появляться информация о теракте в Крыму, я был в эфире, и я знаю, что все медиа наши об этом рассказали, и опять я услышал ту же самую бредятину вот во времена Щербакова было не так. Хорошо, давайте я вам расскажу, как было во времена, когда это все только начиналось. Вот, например, июль 1941 года. Марат, помнишь вот эти вот на цепях жестяные бляшки фельд-жандармерия? Да. Воспетый советским кинематографом, потому что мне кажется, что это фельд-жандармерии было в разы больше в кино, нежели чем в жизни. Ну окей. Ну красочно, потому что, да. как это. Ну, конечно, такая бляшка прикольная, готикой что-то написано. И цепь, как вот, я не знаю, в деревне в колодце. Так вот, в 1941 году, в июле, не очень понимаю, что происходит. Вот это наши структуры, агитпропа. Запустили фотографию, на которой забрежены, значит, два красноармейца и комиссар. Ну, комиссар, это обязательно атрибут всего этого действия, все должны понимать, да, без комиссара никакие таких тегреты не делаются. А нас интересует с вами подпись. Вот они держат в руках эту пресловутую цепь Гитлер приказал приковать артиллеристов к пушкам, чтобы они не разбежались. Ну, любому человеку, да, вот сейчас понятно, что это абсолютно лютейший бред преступный. Вот товарищу Щербакову это тоже было очевидно. Поэтому вот он это все и разгонял. Конечно, это еще имело дополнительный эксцесс. Ну, например, там Александр Бек, опять же, воспетый в эпоху перестройки, новое назначение. У него вот одно произведение целый год мурыжилось между Глафлитом и цензорами. Потому что он якобы не так чего-то описывал. Поэтому, ребят, если вы хотите вот, чтоб так было, ну, тогда вы призываете просто отдать целиком и полностью вообще все информационное пространство на откуп цепсошникам и западным кураторам. Вы просто вот представьте себе, что вместо Александра Бека будет, например, Александр Сладков, который будет год утверждать текст материала своего для телеканала «Россия». Замечательного материала, который мы все очень любим смотреть и так далее. Вы вот к этому призываете, что ли? для вас Совинформбюро это как вот Атлантида для поэта. Да, вот нечто такое великое, возвышенное и не очень понятное, но на котором можно похайпиться. И, кстати, не очень понятно, Армен, еще и многим хронологически, то есть, когда началось, когда закончилось. Такое, оно какое-то абстрактное имеет во времени представление Совинформбюро у многих. Но вот эта дичь, она вплоть до, по-моему, окончания Курской дуги творилась. Потом, по мере того, как на фронте ситуация стала резко меняться, стало сокращаться число вот этих вот случаев абсолютной такой шизофрении духа. Но, слушайте, первые два года это было сплошь и рядом. Там шла запредельная грызня. Цензоры лютовали. Потому что им самим не хотелось брать на себя лишнюю ответственность в военное время СМЭ. Вот те самые пресловутые статьи Уголовного кодекса, помноженные на военное время. А мы же понимаем прекрасно, что эти цензоры, они все в погонах. То есть судить их был бы отправлен военный трибунал со всеми вытекающими. Поэтому все, что можно, подвергалось вот подобного рода редактуре. Куча произведений откладывалась. Если вы вот к этому призываете, ну, тогда у меня вопрос, а вы точно хорошо вот отдаете себе отчет в тех последствиях, которые могут после этого наступить? Что-то я в этом, мягко говоря, не убежден. Наконец, четвертый пункт. Вот вчера вот эта волна негодования, призывов и так далее. я понимаю, конечно, что это традиция уже в интернете. Все были специалистами по международным делам, потом стали вирусологами, потом стали нефтяными трейдерами, потом специалистами по газу, теперь вот по военному искусству. Но что предлагается? Вот я могу понять там коллег, которые все время говорят, нужно переформатирование в КТО. Вот так это было 22 года назад на Северном Кавказе против этого бандитского террористического отреля со всего мира. Но когда следуют призывы вплоть до определенного оружия, то у меня вопрос. Господа, а вы отдаете себе отчет, что все, что вы понаписали и наговорили, будет через какое-то время аккуратнейшим образом вырезано и с соответствующими комментариями это будет публиковаться все в украинских медиа. у которых сейчас очень важная задача стоит. Им нужно отмазать господина Зеленского с его идеями превентивного ядерного удара. Потому что за всю историю человечества были президенты разные и страны тоже были разные, но за всю историю человечества такого второго дебила не нашлось. Он вот один, он эксклюзивен. Получив за это по голове от Вашингтона украинская власть старается теперь найти какие-то дополнительные крючочки чтобы вывести Зеленского из-под удара. Чтобы сказать что вот это это были не его сумасшедшие мысли под колумбийским порошком, а что это он тонко реагирует на момент. А вы вот этот момент ему чудеснейшим образом предоставляете. для чего? Ну мне кажется что в нынешних реалиях есть масса других способов достаточно болезненного ответа. Кстати на вопрос который мне поступил после эфира что вот у нас ничего вчера не было принято. Ну вот очередные любители Советского Союза. Я вам объясняю а вы искренне полагаете что товарищ Сталин чем 10 минут реагировал в годы Великой Отечественной войны. Ну то есть вот что-то где-то произошло там 10-15 минут и уже Паскребышев оформляет это виде указа. Нет. Я опять же рекомендую почитайте воспоминания современников о Сталине как Сталин блестящим образом умел тушить гнев свой. Даже когда рычагов ему в лицо кинул что они вынуждены летать на гробах а для Сталина это было лютейшим оскорблением потому что вот об армии точно заботились вообще и уж авиации тем более вот после этого Сталин просто несколько минут ходил по кабинету раскуривал свою вот эту знаменитую трубочку и реакция заключалась в одном предложении он повернувшись к рычагову сказал вы не должны были так говорить завтра будет заседание совета безопасности завтра наверняка что-то такое прозвучит что даст ответ не бывает в политике серьезной вот таких молниеносных реакций вот опять же да хорошо вам там не нравится Сталин давайте вспомним историю перед 23 февраля да вот знаменитая статья тяжелый но необходим урок через сколько Ленин отреагировал это же тоже любопытно да можно сказать но у него тогда не было телеграмма или там я не знаю что еще но тогда и газеты были я так напоминаю два раза в день но дело не в технике не в способе передачи информации политической ну конечно а дело в том что сначала надо ситуацию осмыслить продумать все а потом только реализовывать ее это же очень серьезная история она не укладывается в понятие вот этой молниеносной реакции социальных сетей я вам могу назвать одному торопыгу если это кому-то интересно он был фюрер великогерманского рейха но опять же если кому-то интересно почитайте как это все оценивали военные профессионалы вот Гейнс Гудериан например вот что он говорил по этому поводу когда он в течение одного дня получал от фюрера три диаметрально разных указаний это причем сорок первый год то есть это еще не бардак сорок четвертого но это еще не гиммлер во главе резервов а это еще вермахт-вермахт вот самый что ни на есть такой и Гудериан пишет о том он же даже вот своих воспоминаниях по-моему там даже он употребил слово катастрофа для Германии словосочетание катастрофа для Германии состояло в том что у ее руля находился не путаника как-то вот он ну тактичнее это сказал вот Гитлер да этот он молниеносно мог но вы сравните извините как проходили совещания в Ставке Сталина и Ставке Гитлера пятичасовые монологи Гитлера они же отличнейшим образом описаны современниками что-то пытка для людей была вот он молниеносно принимал решение ему вообще никто не был нужен Армен а может вот ты как бы и ответил на этот вопрос да тем что вот такая молниеносная реакция желание точнее молниеносная реакция это следствие сетевого сознания людей сейчас современных не только в нашей стране но и в нашей стране в том числе когда кажется вот как мы живем в социальных сетях как мы молниеносно пытаемся ответить своим да собеседникам тогда как допустим привыкли это мы с тобой еще там 20 лет назад 30 лет назад подумать выработать свою точку зрения ответить на какой-либо телефонный звонок или на письмо и вот теперь в любых вещах в мелочах в бытовом или даже в глобальном кажется а давайте сейчас а давайте сразу ну и результаты каковы да вот когда давайте сейчас и давайте сразу вот даже да там уже многократно нами сегодня поминаем и Щербаков он же тоже извините не сразу навел порядок в этом ведомстве хотя бы по той лишь причине что для этого надо было новую систему устроить потому что так что была не годилась я просто напоминаю что мы извините на протяжении там полутора месяцев бормотали вот эту околисть что германский пролетарий не будет стрелять в советского своего пролетария брака это же было все надо было сесть спокойно подумать предложить форматы их реализовать и вот он результат не надо торопиться вспышка вот этой торопливости всегда дорого обходится опять же кому интересно вот у нас был такой командарм Дебенко вот он всю жизнь торопился и результаты у него всегда были примерно одинаковые всегда боль для троцкого назовем это так причем боль не приходящая и многократные трибуналы это параллели в эфире главного информационного радио страны сейчас с Маратом прервемся на выпуск новостей и сразу после него продолжим не переключайтесь самая горячая новость дня сегодняшнего это каратель из Азова один из командиров этого нацистского подразделения признан операристами в Российской Федерации опубликовал видео с казнями гражданского населения ну тут же началось привычно со всех точек зрения одни застанали да как же это так да такого же не было вообще никогда то есть очевидно что все эти годы видимо демонстративно люди не слушали ни телеканала россии не вести фм не многочисленных наших коллег которые многократно объясняли что это единственная в принципе допустимая практика для украинского национализма хотя бы в силу того обстоятельства что Степан Бандера руководитель краевого провода ум написал что национальная революция может быть только после того когда мы победим русских а победить можно только так и бандеровцы это демонстрировали либо же люди пропускали это минувшей вторая часть марлезонского балета это конечно реакция украина которая перепугалась тут же настучали этому дураку по голове и он изменил это все но остались то метод данные которые неопровержимо доказывают что это обстояло именно согласно исходному посту да сейчас западная печать украину не критикуют но рано или поздно закончится и это извините обвинение в геноциде так сущий пустяк военное преступление самое что ни на есть обычное рядовое хорошо вот можно сказать ну вот они не всегда были такими я не очень понимаю вот эту вот формулу они не всегда а под всегда что подразумевается вот история с консолдерями для карпатских русин это всегда или не всегда в годы первой мировой войны когда православных людей просто запихнули в концлагерь потому что они русины потому что они православные потому что они мешали развитию вот этого вот пресловутого проекта внутри Австро-Венгрии то что происходило в годы гражданской войны это всегда или не всегда то что происходило в годы Великой Отечественной войны а то что происходило после нее хорошо в конце концов то что происходило последние 8 лет это всегда или не всегда но история одна и та же постоянно повторяется террор как единственное средство достижения своей цели никакой другой возможности нет и все равно и бесконечное удивление ну хорошо давайте тогда пройдемся тезисно по всем вот этим рэперным точкам вот создание этого пресловутого национального проекта Украины что лежало в базисе ответ на этот вопрос дал в 1911 году журнал Украинская изба что настоящий ширый украинец обязан ненавидеть жену кацапку презирать родителей москалей и пытаться воспитать ребенка в подлинном национальном украинском стиле причем этот журнал я должен сейчас всех огорчить он выходил не где-то там во Львове или в Станиславе а он выходил в Киеве в условиях Российской империи то есть не в Австро-Венгрии другими словами да не в Австро-Венгрии в Австро-Венгрии обошлись знаешь ли без журналов вообще не было интересно в Австро-Венгрии просто реализовали людобойскую политику с карпатскими русинами этот эпизод особенно потом афишировался и педалировался по понятно каким причинам ну во-первых Австро-Венгрии скоро не будет да и не к кому будет уже предъявлять претензии собственно такая же история это со всеми остальными участниками Первой мировой войны во-вторых в нашем случае да тот запредельный террор который был устроен гетманскими петлюровскими частями всякими вот этими бесконечными атаманами на территории нынешней Украины затмил те конслагеря собственно справедливости ради надо сказать что и эта проблема была не только на Украине ну например то что исполнил вархангельский генерал Миллер тоже могло бы дать наверное сто очков форы концлагерю для карпатских русинов это все было это и есть медицинский факт дальше идем там создание организации украинских националистов террор в углу в угла собственно появляются вот этот весь молодой борческий актив из прослиты во главе с Бандераса товарищи звездный час это вот событие великотечественное ну и осколки еще занимались тем же самым вплоть до 52 года Армен а вот возвращаясь к русинам а ведь можно ли считать что вот этот проект ну по сути да в Австро-Венгрии родившийся он заключался в том чтобы уже не полонизировать славянское вот это восточнославянское население ну не получалось а сделать вот так чтобы главная главная цель оторвать от России от русского духа хотя прорусские москофильские как тогда говорили да идеи в 19 веке в той же Галиции были широко распространены вот ну не получается сделать из них поляков давайте придумаем из них другой народ но главное чтобы не русский ну конечно это же была во многом придуманная в Германии вот эта вот доктрина да и собственно вот украинцев стали вычленять и именно по этой же теории собственно да Адольф Алоизович здесь ничего нового не придумал но давайте вспомним что в 41 году роженцев западной Украины из лагерей выпускали по понятно какой причине не потому что они были расово полноценны боже упаси даже подумать об этом а потому что это очень хороший козырь в расколе вот в очередной раз мы вынуждены произносить это слово раскол и это все замечательным образом использовалось хорошая же идея да вы больше не русин а кто вы а вы украинцы если были как бы регионы где это реализовать было сложно в принципе да например Донбасс в год гражданской войны вообще никак не получилось совсем получилось за 30 лет существование независимой Украины пока наши балаболы рассказывали о том что это оппендикс никуда не денется они замечательным образом переформатировали сознание кстати опять же да вот это по образцу русин да нельзя если их превратить в поляков нужна другая схема ты совершенно прав вот они то же самое сделали на территории Украины если нельзя как бы изначально да это население перевести формат украинства значит его надо максимально размыть и они это сделают и вот вам пожалуйста и Харьков и Одесса и что угодно еще размывалось население выходцами запада Украины элегантный по простоте план который отличнейшим образом работал и процент этого пришедшего населения очень легко высчитать на самом деле вот у нас же на этой неделе была битва дураков вокруг истории Украины сошлись сенатор Лидси Грэм со своей значит армией поклонников против значит Илона Маска и он ему выложил в ответ значит карту электоральных предпочтений Украины на 2012 год ну так вот и посмотрите как вот в этих исторических русских областях голосовали например за партию Свобода вот это и есть тот процент людей которые туда переселился за 30 лет в западу Украины все чрезвычайно просто просто опять же да извините за тавтологию историю карпатских русин у нас в каком-нибудь виде где-нибудь можно так сказать получить в виде описания вот этой трагедии образца первой мировой войны вот я вам могу подсказать таких книг нет в принципе а ведь когда Закарпатья входила да в состав Советского Союза ведь был же даже проект не принятый да Карпата Русинской или Карпата Русской автономии то есть они даже пытались войти в состав Советского Союза не в составе Украинской ССР но это не было реализовано в 44 году как и многие другие планы это надо здесь тоже сказать честно это совсем не исключительный момент не исключительный потом это шла война это понятно но тем не менее сама вот эта идентичность она до 44 года вот такая была мощная как минимум но и потом что с ней стал ее благополучнейшим образом начали разбывать вот понимаешь самое поразительное здесь состоит в том что в погоне за вот этими всеми сюжетами построение новой единой исторической общности советский человек некоторые вещи которые были реализованы они в общем ничем не отличались от планов исторических неприятелей нашей страны как это непарадоксально прозвучит вот карпатские русины это вот пожалуйста это вот оно в самом что ни на есть первозданном чистом виде ну конечно всегда можно сказать что идеологи этого процесса не полагали даже в самом кошмарном сне что в 1991 году все пойдет прахом они строили на века но вот это вот бесконечное как бы размытие оно на Украине ярче всего проявилось как это неудивительно прозвучило вот именно там потому что например прибалти вот они как жили там в своем собственном мирке да они его в общем и сохранили но те же эстонцы их там не особенно размывали наоборот даже хоры народные делали то у них демография там наладилась при советской власти ну там мог что было да а какая промышленность в Латвии появилась то есть эти в общем вот оскарили в покое ну есть они и есть а вот по Украине конечно этот дьявольский каток прокатился вот абсолютно в полном объеме и плоды этого мы вот сейчас пожинаем потому что вот ведь эти все подонки которые идут убивать русских они же не все с запада кстати судят даже потому что говорят о самой Украине там в основном то не западенцы а вот как раз уроженцы центральной Украины которые вот оказались просто подвержены этому влиянию ну если мы десятилетия на это внимание не обращали вот история с Добкиным с этим подонком сколько лет его пиарили как пророссийского политика как человека на которого можно опереться какие осанны ему пели когда он был верховный раб ну и где тот Добкин который был не носа стал бандеровцем молниеносно и это не потому что он отдельно взятый такой плохой дело не в нем как в фигуре как в актере политическом дело в том что это к огромному сожалению вообще система мы никогда не придавали должного внимания тому что там происходит вот даже в очередной раз давай про Карпатских Русей вспомним когда мы с тобой в одной из программ нац.вопрос по-моему это было в году в 17 еще затронули эту тему когда в году 18 мы же в этой же программе нац.вопрос сказали что там есть движение которое вообще мечтает быть в России очень многие сказали что это вообще все не нужно совершенно это пустяковые темы и не надо обращать на это даже никакого внимания ну окей это пожалуйста вот в чистом виде не выученный исторический урок потому что подавляющее большинство вообще не очень понимает о чем эти речки и карпатские руси это для них понимаешь это высшая математика клобачевский потому что ни в одном учебнике историю и не встретишь этого словосочетания его нет а по идее оно там тоже должно быть потому что если мы говорим все время о том что русский народ по вот этой градации он считает самым крупным разделенным ну карпатские русины же тоже его часть а у нас теперь знаешь до чего некоторые додумались что карпатские русины это смесь сербов с корватами да да такая распространенная точка времени в интернете потому что это же был один народ просто когда-то да просто с разным вероисповеданием а может и карпатские русины такие же там же есть православные а есть грек-католики да а может быть следствие это вот такое огромное влияние идеологического украинской партийной организации после военных десятилетий и в том числе эпохи Щербицкого да когда вот эта идея сложившейся украинской нации она уже не подвергалась никакому сомнению а в силу лоббистских возможностей влияние этой парторганизации на московские все значит институты ЦИ скажем так и научные и политические идеологические эта точка зрения была принята все монолит сложилась нация никаких карпатских русинов ну прекрасно только карпатские русины почему-то сохранились и это теперь одна из в том числе головных болей Украины вообще фактор карпат там же еще венгры имеются со своими игрищами в поднебесе а мы как обычно оказались на положении людей которые ни о чем не в курсе ничего не знают и зачем не сладят я могу рассказать пример однажды это было еще в году 2011 или 2012 у нас же постоянно проходили вот эти вот форумы соотечественников самых разных и однажды я спросил у организаторов скажите ну там есть вот например да такое пророссийское движение карпатских русинов ну представители организаторов на меня посмотрели совершенно невменяемого потому что они такое словосочетание услышали впервые в жизни они в такой стране вчера еще была Украина я не знаю может они уже где-то в другом месте они говорят нет только у нас есть же украинская делегация они их как бы права и представить а как это все представляют как они могут представить права если вы вообще впервые в жизни слышите про карпатский русин и у меня подозрение что если бы тогда спросить представителей вот этой украинской делегации кто это такие они бы тоже бы не сказали потому что они никогда не были про условно какую-то знаешь там серьезную такую политическую работу все вот эти вот артели бесконечные они были про то чтобы приехать и потусоваться а те вот вопросы которые действительно были серьезные с ними решать было бесполезно они не про то это огромнейшая наша была проблема я понимаю даже ее истоки знаешь ну а что там заморачиваться искать там что-то новое ну есть вот эти вот вечные да бывшие третьи секретари райкомов которые там параллельно создавали тресты самые разнообразные да и окучивали то на чем можно было бы что-нибудь мы к сожалению к огромному вот эту вот опасность никогда себе в полном объеме не представляли и вот 2022 год он очень характерен вот этими болезненными такими эмоциями это там например языковые патрули в Казахстане да это там истории с армянским парламентом это там истории с Украины это там какие-то сюжеты с Киргизии это все вот имеет истоки в том что у нас было отношение что это все можно в принципе вообще не очень контролировать оно само по себе так вот будет существовать никуда не денется а проблемы только множились да относительно легко когда это единая страна а вот в сюжете что это 15 стран а мы об этом ничего толком не знаем и даже знать не хотим ну слушай я просто искренне припух я даже по-другому я свою эмоции не назову когда я услышал очередного высоколобого интеллектуала зачем типа Запорожье это вообще как бы всю жизнь была территория Украины ну окей да понимаешь если вот такой подход конечно будут очень серьезные проблемы они не появились и объяснить там про русскую составляющую Запорожье невозможно потому что для людей это все не очень интересно кстати понимаешь у этого же есть еще параллельный сюжет я лично слышал как человек удивлялся что Бердянск Бердянск социал в России то есть у него он и так был там может он его там с Таганрогом я не знаю перепутал но тем не менее понимаешь вот если у нас вот такое вот отношение к истории это мягко говоря не очень правильно и географии как выясняется ну такой исторический конечно ну понимаешь там про другие дисциплины уже даже говорить тостливо но все-таки хотя бы вот на каком-то мизерном уровне это можно было бы узнать а видишь этого не происходит и проблема от этого только будут усугубляться по мне я говорю нам нужен нормальный спокойный взвешенный разговор о том что происходило сто лет назад почему это вышло вот так какие скелеты мы засунули в шкаф не хотели оттуда десятилетиями вытаскивать но они все равно высыпались нам на голову чем быстрее мы этот разговор на уровне гражданского общества проведем тем будет всем лучше но это так сказать перспектива уже ну а европейские теплицы отключаются из-за энергокризиса страны Европы этой зимой могут столкнуться с недостатком зеленого салата помидоров и огурцов в супермаркетах тех самых овощей которые традиционно выращивают в теплицах Нидерландов Швеции и Дании южные поставщики из Испании и Марокко где овощи обычно растут в открытом грунте круглый год не смогут справиться с растущим спросом там до сих пор не восстановились после летней засухи рассказывает наш европейский корреспондент Елена Балаева резкий рост цен на электроэнергию Европе заставляет европейских производителей свежих овощей и зелени сворачивать объемы работы и отказываться от выращивания тепличных культур пишет британская газета Financial Times в результате уже этой зимой европейцы могут ощутить острый дефицит такого популярного в Европе зеленого салата помидоров и огурцов сейчас эти товары на прилавках британских супермаркетов есть правда по сравнению с прошлым годом те же помидоры подорожали где-то на 30 где-то на 50 процентов но то о чем предупреждают производители совсем другое цены не просто продолжат расти свежие овощи могут вовсе исчезнуть из продаж с приходом энергокризиса фермеры выращивающие тот же самый салат в британских теплицах начали платить за электричество в 10 раз дороже как заявил Financial Times совладелец одной из британских компаний выращивающих зелень по его оценкам в такой ситуации в следующем году не будут сажать салат 75-80 процентов фермеров кроме того в Европе дорожают удобрения корма для животных растут издержки на использование холодильных установок транспортные услуги и все это вместе ставит фермеров в положение когда что-либо сажать и выращивать себе дороже некоторые решают перейти на культуру не требующие большого количества электроэнергии например на сладкий перец хотя судя по сюжету на британском телевидении некоторые производители и вовсе отказываются от посадки даже тех овощей которые казалось бы вообще не энергозатратны как например картофель но как объясняют владельцы земли дело даже не в том что из-за роста цен на солярку собрать урожай оказывается дороже чем в прошлом году за хранилище для картофеля для поддерживать определенную температуру надо платить уже в 4 раза дороже чем в прошлом году из-за роста цен на электричество например один из шотландских фермеров который выращивает картофель рассказал новый контракт на поставку электроэнергии в его хранилище начиная с сентября этого года вырос в цене многократно раньше он платил 140 тысяч фунтов за год теперь же 800 тысяч фунтов в год за электричество но владельцы теплиц в Европе похожи в еще более плачевном состоянии например Нидерланды пользуясь тем что долгие годы эта страна могла закупать дешевое электричество построила себе на этом целое парниковое царство с оборотом 8 миллиардов евро сейчас эта страна занимает второе место в мире по производству парниковых овощей пропустив вперед только Соединенные Штаты однако теперь после того как цены на электричество в Европе выросли в 20 раз в сравнении с прошлым годом половина производителей оказалась в кризисе как итог многие решили свой бизнес закрыть они не верят в то что в ближайшие месяцы или годы ситуация улучшится на одном из самых больших в мире цветочных рынков Алсмейер что к югу от Амстердама царят панические настроения супермаркеты которые обычно закупают здесь свежие цветы снизили закупки на треть ожидая что европейцы вместо тюльпанов и гиацинтов будут тратить деньги на дорожающие продукты питания скорее всего в ближайшие годы вся эта индустрия по выращиванию парниковых овощей и фруктов начнет претерпевать изменения и в Нидерландах Швеции и Дании парники начнут исчезать зато больше сажать овощей и фруктов начнут в Испании Марокко и в Кении для работников этой индустрии на севере Европы подобные перемены означают отскок назад в прошлое когда европейцы в северных странах обычно выращивали и покупали только сезонные овощи и фрукты так что помидоры и брокколи которые например британцы привыкли покупать в супермаркетах круглый год с полок в ближайшее время видимо начнут исчезать Елена Балаева Вести ФМ Лондон Устойчивого мира в Европе можно достичь только при условии что в этом процессе будет участвовать Россия об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пока нам не удается это сделать холодная война не окончена по-настоящему сказала она Меркель на уходящей неделе в очередной раз призвала относиться к заявлениям из Москвы цитирую серьезно а не классифицировать их с самого начала как блеф конец цитаты подробнее об этих и других заявлениях Меркель наш сапкор в Берлине Сергей Курохтин Ангела Меркель после ухода все-таки долгое время ну можно сказать хранила молчание именно поэтому может быть к ней не прислушивались она действительно избегала тех или иных высказываний об острых политических вопросах а вот в последнее время да ее позиция изменилась вот насчет прислушиваются к ней или нет ну думаю что нет большинство политиков не то чтобы не прислушиваются как раз прислушиваются но не хотят слышать вот это абсолютно верно и вот прежде чем сказать о том что же говорит Ангела Меркель и что сейчас не хотят слышать в Европе многие к этому вопросу вернусь но вот как пример как раз немецкой аналитики который очень сходен с тем о чем говорил Ангела Меркель хочу привести вот последнюю статью известного немецкого журналиста политолога Габара Штайнгарта он кстати говоря очень ну уважаем в Германии безусловно потому что в свое время он возглавлял одну из крупнейших экономических медиагрупп в Германии Хандельсблат медиагрупп и конечно пользовался очень серьезным авторитетом но потом он ушел с этого высокого поста именно для того чтобы стать и прежде всего автором чтобы самому говорить о том что он лично считает нужным и поэтому сейчас считается человеком который как раз всегда пытается посмотреть шире на тот или иной вопрос посмотреть на один-два шага вперед и это сейчас его как раз очень отличает потому что я хочу сказать что в Германии и в Европе в целом конечно же сейчас царит такая эйфория безусловная немецкие европейские СМИ очень много пишут о том что наша поддержка Украина работает экономическая и военная что Украина очень скоро добьется своих целей и что нужно только увеличить эту помощь и поддержку и все наконец-то совершится более того польские СМИ так вообще уже говорят о том что нужно переходить к подсчету размеров репараций контрибуции ну мы знаем поляки у них это специализация на репарации и вот на этом фоне конечно Габр Штайнгард один из немногих который пишет о том я цитирую о том что опыт наш исторический опыт заставляет сомневаться в победоносных заявлениях и лозунгах западных политиков Штайнгард пишет что если весь этот украинский кризис затягивается и затягивается в долгую то зная историю подобных кризисов где участвует Россия которые длятся долгое время то мы не можем предсказать сейчас никакого победного результата и он говорит о том что сейчас время не готовится к победе и жизни без России естественно он намекает сейчас безусловно на вот европейское политическое сообщество собрание которого прошло в Праге в котором приняли участие все европейские страны и которые вот это собрание очень многие представляли да прежде всего европейские политики как вот создание Европы без России вот создание правил жизни без России не экономически не политически а Штайнгард пишет о том что нужен другой подход что Россия это тот сосед который всегда будет рядом с нами географию мы не изменим и что самое главное что новая европейская система безопасности о которой сейчас очень много говорят в Европе она обязана включать Россию и это выгодно как для Европы так и для Германии почему потому что говорит он что вот нынешняя система безопасности а для многих европейцев это понятно это система НАТО конечно же но мы видим как раз на примере украинского кризиса что вот эта система безопасности НАТО она не дает безопасности и вот новая как раз она и должна включать Россию И когда все интересы, в том числе и России, будут учтены, только тогда мы получим настоящую безопасность. И еще, конечно, он подчеркивает, что эта новая система безопасности, она будет и экономически выгодна. Потому что, что отличает Германию от США, пишет Гавр Стайнгард, это то, что для США Россия это бывший системный соперник, а сейчас это экономически слабый конкурент, тем более географически, где-то далеко находящийся. А для Германии Россия, прежде всего, это выгодный экономический партнер, поэтому интересы Германии и США в этом вопросе, безусловно, не совпадают. И заключает свою статью как раз Гавр Стайнгард тем, что, ну, он пишет, нельзя отказаться от поддержки Украины, но нужно думать о том, что будет дальше. И вот как раз мы видим, что это очень сильно перекликается с тем, о чем сказала в своем интервью Ангела Меркель, и о чем она в последнее время действительно регулярно говорит. Говорит о том, что нужно слушать о том, что говорят из Кремля, что эти слова не блеф, и ее, кстати говоря, об этом упрекают, что, мол, типа, Ангела Меркель по-прежнему не может забыть Путина, опять его цитируют, опять призывают к тому, чтобы о нем думали и так далее. Но Ангела Меркель, конечно же, старается в данном случае, в интервью она это сказала, смотреть о том, что будет дальше. Да, она повторяет, что поддержка Украины – это обязательное условие. Без этого вы сейчас не дадите ни одно интервью. Но, говорит она, что одновременно с этим мы должны разрабатывать будущую архитектуру европейской безопасности в рамках международного права. И вот об этом нужно думать уже сейчас. Но еще раз хочу сказать, что таких заявлений, как Ангела Меркель и Габбер Штайнгарт, звучит немного в Европе. И сказать, что вот именно к ним прислушиваются, я не скажу. Но о том, что вот эти вещи, они звучат, и их все-таки слышат даже те политики, которые выступают резко против вот подобного рода заявлений, это безусловно. Так что в ближайшее время, ну, будем смотреть за тем, увеличится ли количество этих людей, которые так заявляют. И, что самое главное, какую реакцию они встречают в Европе. Сергей Курохтин передавал из Берлина. Сергей Курохтин.